В 19 веке Блинг говорил, музыку создают народ, а мы композиторы, и мы оранжевые. В 20 веке это высказывание стало наиболее актуальным. Почему? Об этом пройдет речь в нашей сегодняшней передаче. Моей собеседницей станет скрипачка Джеймарова Джеймарова. Знакомьтесь. Анжела, у тебя в репертуаре много самой разной музыки. И я знаю, что очень много произведений композиторов 20 века. Почему? Я думаю, потому что она очень близка мне по духу, по своим техническим возможностям, по приемам, которые используют современные композиторы. Это дает больше возможности раскрыть тот материал музыкальный, который ты играешь. А как ты думаешь, чем фольклор так привлекал композиторов? Я думаю, большим богатством и древними традициями фольклора, тем, что особые ритмы и особые мотивы можно использовать сейчас в современном письме. И это получено нашему веку. К такой четкой, энергичной музыке в этой сознательности имелись утомленные некоторые болтливостью романтизма, говорили сами композиторы. И музыка, наверное, фольклора, стала одним из способов отрицания искусства прошлого. И, как всегда, в этом лидировали молодые, ищущие. Многих европейских композиторов привлекал фольклор, и они очень хорошо употребляли все его возможности богатые. Особенно это чувствуется у Мио в его бразильских танцах, где в Карковадо, например, он использует не только джаз, но и особенный бразильский блюз, основан на настоящих негротянских мотивах, что дает особую прелесть этой пьесе. КОНЕЦ Итак, многие композиторы увлекались народной музыкой разных стран, придавая ей необычное звучание. И разве более известные нам румынские и молдавские напевы не зазвучали у композиторов по-моему? Сейчас они вернулись к своим истокам, потому что где же иначе, чем в песне, лучше всего слышны голоса народов, говорил великий немецкий поэт Геркер. КОНЕЦ Колыбельная. С нее начинается жизненный путь человека. Колыбель – это символ всего нового. Козьма Крутков говорил, начало ясного дня подобно рождению ребенка. Быть может, первая обойдется без дождя, а жизнь второго обойдется без слез. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok